Еще одна задачка, более сложная. Понятно, что вот это на самом деле логически однохаботка. Вот что это будет задачка более сложная, где надо сделать, во-первых, генетический словарь в данный не будет, вам надо будет самому как-то, какой аллергоминал. На планете Тириан-Пам-Пам живут хрюндели. И вот бывают ужасные хрюндели, а бывают безучие хрюндели. А, да, я знаю. Какой признак доминирует, мы не знаем. Мы знаем, что определяются ушастость и безухость одним геном. Просто разные у нас стоят. Либо демоната, либо рецепт. Ушастый хрюндел, допустим, мальчик. А это не сцепельный? Еще раз. А это не сцепельный? Нет, нет, это вообще ничем не сцепельный. Это чисто один ген. А что у нас это? Который нашел безухую подругу. Это безухая девочка. Вопрос, как всегда, про их потомство. Если известно следующее. У ушастого хрюнделя оба родителя безухие. А вот этой безухой один родитель ушастый, а второй безухий. Сначала надо с доминантностью разобраться. Знаем конкретную историю вот этих хрюнделей. Мы знаем, какие у них были родители. А, это родители. Ну, вверху всегда родительская вывод. Давайте я выпишу вот так, чтобы оно было понятнее. Это F1. А, спрашивают про это, пожалуйста. Вот в этом расходе. Безухи могут быть доминантами, а могут быть тридциссидными. Предположим, что безух все тридциссидные на ли. То, что у нас получается, это АА, скрестились АА, и получили каким-то способом доминантами. Это минимум. Невозможно. Почему? Ну, потому что фенотив потомка отличается от фенотива этой квадраты. Если бы безухость была такая? Доминантная. Доминантная. То все будет а. Минутно. Давайте смотрим на это штуку. Так какие вот это родители? Генотипы вы можете? Да, конечно. Давай. Гетер-жибулт, конечно. Какое рекомендуем? Угу. Угу. Здесь АА-маленькая, АА-маленькая. Здесь АА-маленькая. Реацию не здесь, АА-маленькая, АА-маленькая. Разберем с этим. Если здесь был АА-маленькая, АА-маленькая. Угу. Понятно всем почему? Да. Угу. То, значит, здесь точно есть АА-маленькая. Да. Поскольку здесь есть и доминант, то здесь все так. Угу. Угу. Поскольку внешний признак фен не соответствует вот этому, то, значит, от этого родители получили эрексивные аллеи, а доминант на тут взялся? Из-за этого родителя. А от этого родителя. Соответственно. Вот у нас генотипы. Пары. А при скрещивании гетерозигота и эрексивного гомозигота какая вероятность рождения? Динкана. Динкана. Славно. На этой части занятия мы с вами вспомнили школьную генетику.